Женщина-колясочница. Одну путь более-менее перевела эту коляску, и в это время никого не было. А тут идет поезд на весовую. И поезд остановили, машинист вышел, помог ей, и говорит, а дальше, говорит, я ничего не могу. Это, говорит, пусть решает власть. Благоустройство места пересечения железнодорожного полотна, отсутствие пешеходных тротуаров и асфальтового покрытия. Срочная замена водовода и аварийной автобусной остановки. Анатолий Филиппович прожил в Кальмюском районе 70 лет. Говорит, эти и другие проблемы его родного поселка Гуглино не решались десятилетиями. Как в каменном веке. Нас, как бы, говорят, и на карте нет. Никто туда не заглядывает, никому оно не надо. А все это, как бы, мы же уже живем в атомном веке. Огроменный просто минус, что вы не реагируете оперативно на такие вопросы. Что вы сейчас округляете глаза и тоже не знаете эту проблему. И то, что на голову падает бетон, вы тоже не знаете. Зачем вы вообще приходите на работу? Вот расскажите, пожалуйста. И чем вы занимаетесь? Чего у вас утро начинается? Проблемам поселков Мариуполя не уделялось внимания более 30 лет. И подходить к решению таких вопросов нужно комплексно, говорит городской голова Вадим Бойченко. В принципе, эти проблемы очень и легко, и быстро решаемые. И возможности финансов у нас такие есть. Только надо разработать программу 5 лет и шаг за шагом по ней двигаться. С точки зрения асфальтирования, с точки зрения замены инженерных сетей, с точки зрения освещения. То есть самые острые проблемы, которые сегодня стоят перед жителем. Инициатива глав районных администраций, план действий, гарантия финансирования и решения проблем поселков. Контролировать процесс Вадим Бойченко назначил секретаря городского совета Степана Махсму. То есть он совместно с поселками, совместно с районами, где есть поселки, опираясь на свой богатый опыт поселкового головы, разработает совместно с ними программу, утвердит на ближайшее время. Срок я им дал ровно месяц. А вот предприниматели просят прекратить деятельность всех незаконных мафов и точек выносной торговли. Работниками полиции, благоустройства прекращается его хозяйственная деятельность. Та же самая незаконная деятельность, которая ведется в малых архитектурных формах, без правоустановочных документов на землю, хозяйственная деятельность продолжается. 45 месяцев уже подали в суд о сносе незаконно установленных мафов. Систематизировать бизнес и привести его в законное поле. Несанкционированная торговля не только угрожает здоровью мариупольцев, но и мешает свободно передвигаться по улицам, считает городской голова. Что они должны находиться в той зоне, в которой мы скажем, с отведением земли, с введением в эксплуатацию, с официальным подключением электроэнергии, с официальным трудоустройством работников. Если это подакцизная группа товара, значит с кассовым аппаратом и так далее. Также Вадим Бойченко добавил, чтобы ускорить процесс прекращения деятельности незаконных мафов, без письменного уведомления, как это было раньше, в присутствии специальной комиссии будет прекращаться подача электроэнергии, а сооружение принудительно вывозится на спецплощадку. Всего мэр принял 8 человек. Татьяна Писарева, Алексей Андреев. Информационная программа «Зеркало».